Здравствуйте! В этом видео мы узнаем, что означают значки на обоях, на какие значки нужно обращать внимание обязательно и есть ли такие, которые можно проигнорировать. Для начала уточним, что пиктограммы на обойной этикетке не зависят от типа обоев. То есть и на флизелиновых и на бумажных обоях будут встречаться эти символы. У нас представлено несколько видов обоев. Есть обычные бумажные, есть обои виниловые на флизелиновой основе и есть обои под покраску. У всех у них на этикетках указаны значки. Как отчетливо можно заметить, разные производители размещают символы свойств обоев по-разному и в разных местах. Значки на обоях можно разделить на несколько групп. Первая группа это изображение волн. Это условное обозначение влагостойкости и способа поддержания чистоты. Чем выше влагостойкость, тем более сильную уборку выдержат обои. Так водостойкие обои можно протирать влажной салфеткой или губкой. Моющиеся можно протирать с деликатными моющими средствами, а для чистки супер моющихся можно применять любые чистящие средства. Щетка, хотя на мой взгляд она больше похожа на расческу, означает возможность чистить обои с помощью щетки. Волны и количество волн означают влажную уборку и разрешают применять моющие средства. Следующая группа значков на обоях выглядит как солнце на детских рисунках. Отвечает за стойкость к выгоранию под прямыми солнечными лучами. Первые две пиктограммы с половинками солнца рекомендуют использовать на затененных или не выходящих на солнечную сторону стенах. На большей части обоев в магазинах можно увидеть просто круглое солнце, значит обои светостойкие. Их можно использовать на стенах на солнечных сторонах. Очень светоустойчивые обои имеют свойство долго сохранять цвет, а вот максимально светоустойчивое покрытие служит без выцветания. К тому же все светлые оттенки обоев будут выцветать немного дольше, чем темные. Все рисунки со стрелками это схематическое изображение стыковок полотен обоев. Обращать внимание нужно обязательно, иначе можно проворонить рисунок. Стрелка с одной стороны и нолик с другой означает легкую поклейку обоев. Подгонять рисунок не требуется. Значок на обоях с двумя стрелочками, указывающими в одну точку, означает симметричное расположение рисунка. Необходима стыковка рисунка на одном уровне, но не требуется сдвиг. Это тоже достаточно легкая поклейка обоев. В случае, когда стрелочки находятся на разных уровнях, требуется подгонка и подрезка полотна. В этом случае производитель всегда наносит длину повтор рисунка или раппорт и смещение, на которое нужно сместить полотна обоев. Обозначается как дробь 64, дробь 32. Указывается в сантиметрах. При таком методе наклейки останутся обрезки. Еще встречается встречная стыковка. При наклейке нужно каждое следующее полотно поворачивать на 180 градусов относительно предведущего. Три вида значков на обоях показывают способ нанесения клея. Схематично показано нанесение клея только на обои и только на поверхность стены. На третьем значке обои погружены в емкость. Это значит, что клей для обоев заботливо нанесен на заводе. Вам осталось только намочить их водой. Более подробно о наклейке обоев можно посмотреть в другом нашем видео про обои. Ссылка на него будет в правом верхнем углу. По моему опыту, вне зависимости от пиктограмм на обоях, снимаются одни и те же обои в одной и той же комнате по-разному. И даже если большая часть обоев легко отстанет от стены, будут участки, где демонтаж обоев будет затруднен. Есть еще дополнительная группа значков, которые встречаются намного реже. Огнестойкий и удароустойчивый обои из нескольких слоев экологически чистые. Как стало понятно, какие-то значки на обоях действительно важны, как сведения о рапорте и влажно-чист. Мало кому понравится, если новые обои выгорят через неделю на солнечной стене. Поэтому производители выпускают только светоустойчивые модели. Для того, чтобы не бросать тень на бренд. Значок нанесения клея вообще нужен только при поклейке обоев, но обращать внимание на этот параметр нужно обязательно. Способ снятия обоев указан, но на практике не факт, что обои снимутся легко и просто. С этим вы ничего не поделаете. Но не стоит забывать еще об одном важном значке на обоях. Это указание партии производства. Всегда выбирайте одинаковый номер партии на все помещение, для того, чтобы ваши обои были одного оттенка. Чтобы не пропускать новые полезные видео, подписывайтесь на наш канал.